Бывший тренер по волейболу Андрей Аскеров из Донецкой области с первых дней полномасштабного вторжения России стал добровольцем. В рядах ВСУ получил позывной физрук. В октябре подорвался на мини, когда шёл оказывать медицинскую помощь по братимам. Осколками мужчине оторвало четыре пальца на ноге. Почти три месяца Андрей не мог встать на ногу. И вот уже почти неделю он с протезом. Говорит, пока привыкнуть сложно. Привыкнуть к протезу Андрею помогают терапевты государственного центра «Анбрукен» во Львове. Основная деятельность медицинского учреждения направлена на реконструктивную хирургию, ортопедию и протезирование. Пациентам тут не только устанавливают протезы. Их здесь производят. За время полномасштабного вторжения протезирования в центре прошли 40 пациентов. Кроме того, в центре занимаются физической, психологической и психосоциальной реабилитацией. Всю медицинскую помощь пациенты получают бесплатно. Почти за год тут прошли лечение и восстановление 11 тысяч пациентов. С начала войны мы стали столь надёжным медицинским тылом госпитализации пациентов из зоны боевых действий в рамках российской агрессии. За прошлый год мы пролечили около полумиллиона пациентов. Из них 11 тысяч гражданских и военных пострадавших, травмированных и около 80 тысяч внутренне перемещённых лиц, в том числе детей. Таких пациентов будет очень много и сейчас очень много. Недавно в центре установили новые тренажёры, изготовленные из последней партии металла с завода «Азовсталь». Металл на предприятии был отлит 20 февраля 2022 года. За четыре дня до полномасштабного вторжения России на территорию Украины. «Когда мы согласовывали какие-то виды тренажёров, мы нашли их в Харькове. И они действительно производились во время массированных атак на город. Это достаточно символично, потому что и металл «Азовсталь», и несокрушимый Харьков. И они продолжают производить продукцию, работают на благополучие и улучшение состояния пациентов». Новые тренажёры для больницы закупил благотворительный фонд «Пациенты Украины» в рамках украинско-швейцарского проекта «Реабилитация травм войны». Также центр «Анброукен» получил ещё около 50 единиц современного медицинского и реабилитационного оборудования. «Больница, в которой мы сейчас находимся, это одна из. У нас сейчас ресурс помогать 21 больнице в разных регионах Украины, оснастить реабилитационные отделения оборудованием, а также, что очень важно, научить реабилитационные команды с этим оборудованием работать. Это такая комплексная инициатива, которую поддержало правительство Швейцарии. Без них это было бы невозможно. Сейчас очень много доноров и стран оказывают нам поддержку. Но вот фокус реабилитации сейчас это первая страна – Швейцария». Центр «Анброукен» во Львове должен стать крупнейшим в Украине государственным реабилитационным заведением для пострадавших в результате войны. Сейчас центр ещё в процессе развития. В апреле тут планируют открыть ещё один корпус. По проекту в нём обустроят модели квартир и даже магазина, чтобы пациенты могли максимально подготовиться к новым условиям жизни.